Это «Авиасмотр». Здесь мы собрали для вас наиболее значимые и яркие эпизоды в мире большой авиации, которые имели место в октябре 2024 года. Крупнейшая забастовка рабочих в истории компании Boeing продолжается уже полтора месяца. Ближе к концу октября вроде бы имелись неплохие шансы на то, что она вот-вот может закончиться, поскольку фирма согласилась поднять зарплаты на 35%, что было очень близко к тем самым 40%, которых требовал профсоюз. Но почти две трети рабочих проголосовали против этого предложения, и грандиозное противостояние продолжилось. Забастовка 33 тысяч специалистов, непосредственно занятых на производстве, уже привела к очень серьезным последствиям. 12 октября президент Боинга Келли Ортберг объявил о сокращении персонала компании сразу на 10%. По примерным оценкам, это около 17 тысяч рабочих мест. Массовые увольнения начнутся уже в самое ближайшее время, но не затронут тех, кто участвует в забастовке. Пока она не закончится, увольнять их нельзя по закону. Кроме того, Ортберг сообщил о переносе начала поставок широкофюзеляжного лайнера 777 новейшей модификации 9 с 2025 на 2026 год. Тут забастовка наложилась еще и на технические проблемы, возникшие в середине августа, когда во время тестового полета оборвалась одна из тяг крепления двигателя. С тех пор программа сертификации самолета приостановлена, а каких-то инсайдов и новостей о том, каковы причины появления трещин в этих тягах пока не было. Также президент Боинга заявил о том, что производство грузовых самолетов 767 будет завершено в 2027 году. Однако забастовка тут совсем ни при чем. Новых заказов на эти самолеты нет, а по уже заключенным контрактам осталось построить около 90 бортов. И, похоже, все это придется делать на фоне существенной нехватки денег. По итогам третьего квартала 2024 года чистый убыток Боинга составил 8 миллиардов долларов, а общий долг достиг просто феноменальных 58 миллиардов. На этом фоне компания объявила о планах привлечь дополнительный капитал в размере 25 миллиардов долларов за счет размещения акций и облигаций, и еще 10 миллиардов она возьмет в кредит у банков уже в самое ближайшее время. Такое, мягко говоря, непростое финансовое положение Боинга – благородная почва для спекуляций на тему банкротства или даже краха компании. Однако не стоит забывать, что ее заказной портфель оценивается в полтриллиона долларов, что гарантирует будущую выручку и относительную стабильность. Расследовать авиационные происшествия помогают данные с бортовых самописцев. Их еще называют черными ящиками. А происшествия на дорогах обычно попадают в кадр благодаря автомобильным видеорегистраторам. Если прямо сейчас вы в поиске подобного устройства, то обратите внимание на новинку от компании Neoline – видеорегистратор Flash 2K Wi-Fi. Это компактное устройство не будет привлекать внимание окружающих, и благодаря своим размерам легко скроется даже за небольшим зеркалом заднего вида. Регистратор оснащен миниатюрным и ярким IPS-экраном, который позволит следить за статусом записи. А полноценно управлять им можно при помощи смартфона через Wi-Fi. С помощью мобильного приложения Rode Video имеется возможность просматривать записанные файлы и сразу же скопировать их к себе на телефон, чтобы затем передать их через мессенджеры или опубликовать в соцсетях. Видеорегистратор снимает в высоком разрешении 2K Quad HD, чтобы на выходе получить максимально четкую картинку. А широкоугольный светосильный объектив с апертурой f1.7 и поддержка технологии HDR обеспечивают ее максимально возможную детализацию при таких сложных условиях съемки, как въезда и выезда из тоннеля, езда против солнца и в ночное время при засветке от ярких фар других автомобилей. У видеорегистратора имеется режим парковочной съемки, при которой запись автоматически включается по сигналу от датчика удара или при движении в кадре. А на случай, если вдруг пропадет электропитание, все записанные кадры будут гарантированно сохранены благодаря специальному формату файлов .ts. Переходите по ссылке в описании и приобретайте регистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi. И, кстати, только благодаря камерам видеонаблюдения мы имеем возможность увидеть, например, вот такие любопытные моменты. 2 октября в аэропорту японского города Миядзаки на одной из рулежных дорожек произошел взрыв, который оставил воронку глубиной около метра и диаметром 3 метра. Никто не пострадал, но пришлось закрыть воздушную гавань и отменить более 80 рейсов. Причина взрыва — детонация авиационной бомбы времен Второй мировой войны, пролежавшей в земле около 80 лет. 17 октября в аэропорту Чикаго на одной из рулежных дорожек друг за другом двигались к терминалу два широкофюзеляжных лайнера А350 и А787. В какой-то момент они остановились, и между ними поехал маленький тягач с прицепом. Но в ту же секунду пилоты А350 увеличивают обороты двигателей, чтобы начать движение, и мощный поток воздуха сдувает три грузовых контейнера в сторону дримлайнера. По счастью, два пролетают мимо, но третий попадает прямо в двигатель, причинив тому очень серьёзные повреждения. Однако всего через неделю самолёт вернули к полётам. А вот этот Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways вернулся на линии только через две недели, после того, как во время руления в аэропорту Дохи 25 октября правая основная стойка шасси провалилась в дренажный колодец, и самолёт правым двигателем прилёг на перрон. 5 октября при подлёте к аэропорту Лас-Вегаса экипаж авиалайнера А321 лоукостера Frontier Airlines почувствовал запах дыма, похожий на горение резины или нефтепродуктов, и подал сигнал бедствия. Затем у них пропала радиосвязь, отключились автопилот и автомат тяги. При посадке из-под основных опор шасси появился дым, а затем и пламя, которое подоспевшие пожарные тут же потушили. Обошлось без пострадавших, самолёт отстранён от полётов, ведётся расследование. А вот двумя днями ранее на авиашоу в Турецкой Адане едва не разыгралась большая трагедия. Истребитель F-16 пилотажной группы Solo Turk, выполняя фигуру бочка, вдруг резко пошёл вниз в перевёрнутом положении, и буквально в последний момент лётчик вывел самолёт в набор высоты. Официальных комментариев не последовало, но среди основных причин инцидента называют ошибки пилотирования и технические проблемы. Впрочем, в октябре 2024 всё же не обошлось без катастроф. 21 числа над территорией Судана, вероятнее всего, был сбит ракетой с земли грузовой самолёт Ил-76, принадлежавший киргизской авиакомпании New Way Cargo Airlines. Погибли все пять человек, находившихся на борту. Ещё два лётчика погибли 4 октября во время крушения учебно-тренировочного Як-130 в Лаосе. Самолёт упал в небольшой водоём. Самая крупная коммерческая сделка месяца была объявлена 2 октября. Филиппинская авиакомпания Sibu Pacific подписала твёрдый контракт на покупку 70 авиалайнеров А321neo. При этом о сроках начала поставок и о том, будут ли в этом заказе дальнобойные модификации LR и XLR, пока не сообщается. На этом фоне заказ Министерством обороны Чехии всего двух военно-транспортных самолётов Embraer C-390 выглядит очень скромно. Но более всего в октябре удивила новость о контракте на поставку того, о чём в последнее время успели подзабыть. В самом начале месяца американская компания Urban Link Air Mobility заявила о планах приобрести до 20 бортов Aviation Alice, ещё недавно самого перспективного полностью электрического девятиместного самолёта, который должен был первым появиться в этой нише. По заявлению компании Aviation, в портфеле заказов уже более 600 самолётов Alice на общую сумму более 5 миллиардов долларов. Однако всё не так просто. Во-первых, в подавляющем большинстве всё это соглашение о намерениях, а не твёрдые, обеспеченные какими-то авансами контракты. А во-вторых, готового серийного самолёта до сих пор нет. И это при том, что по некоторым контрактам поставки должны были начаться уже в этом году. Проект Alice исчез из информационного поля совсем не случайно. Дело в том, что опытный борт впервые взлетел 27 сентября 2022 года. Он провёл в воздухе всего 8 минут и с тех пор больше ни разу не поднимался в небо. В январе 2024 у проекта сменилось руководство, а уже в апреле стало известно об очередном пересмотре облика самолёта. Правда, судя по картинке, на этот раз изменения не такие радикальные, как в прошлой. По заявлению компании, фюзеляж теперь имеет постоянное поперечное сечение, что поможет сэкономить на производстве и построить новые модификации в будущем. Также существенным доработкам подвергся пассажирский салон и отсек с аккумуляторными батареями. А ещё, глядя на картинку, видны изменения по крылу и хвостовой части самолёта. Вот только когда этот прототип появится в металле и полетит, не сообщается. Подписчики на Boosty увидели этот выпуск первыми. Поддерживайте авиасмотр по ссылке в описании или при помощи QR-кода. Нашумевшая компания Boom Supersonic тоже ничего не сообщает о том, когда появится первый прототип сверхзвукового пассажирского самолёта её собственной разработки. Однако лётная программа с участием экспериментального самолёта XB-1 оборота не сбавляет. 7 октября уже в пятом по счёту полёте он достиг скорости 0,69 маха. А пересечь звуковой барьер, то есть превысить один мах, команда испытателей планирует после 10-го полёта. 30 октября состоялась первая поставка новейшего лайнера Airbus A321 в самой дальнобойной модификации XLR. Его получила испанская авиакомпания «Иберия». На текущий момент заказано более 370 аналогичных самолётов для 17 перевозчиков, но со временем это число наверняка увеличится. На фоне удачной коммерческой эксплуатации портфель уже существующих заказов может быть скорректирован. К тому же в первой половине октября A321XLR получил сертификат типа с увеличенной взлётной массой до 101 тонны, что и позволит достичь заявленной рекордной дальности 8700 километров. А ещё в октябре получил сертификат FAA Федеральной авиационной администрации Соединённых Штатов грузовой вариант бразильского лайнера Embraer I-190. Сертификация в Европе ожидается до конца года. Модификация I-190F получена путём конверсии уже существующего пассажирского самолёта, рассчитанного на перевозку до 114 человек. По заявлению компании он может взять на борт до 13,5 тонн груза и перевести его на расстояние до 4000 километров при существенно меньших эксплуатационных расходах, чем у других узкофюзеляжных аналогов. А тем временем знаменитый советский Ан-24 уже 65 лет в небе. Именно столько времени прошло с момента его первого полёта 29 октября 1959 года. Повидавший жизнь самолёт до сих пор в строю. И по большей части потому, что ему до сих пор не создали замены на его родине. Возрождаемый Ил-114 корнями из тех же советских времён лишь отчасти может считаться его полноценным преемником. Да и сроки его появления уже неоднократно переносились. И, кстати, на фоне всё более заметного дефицита самолётов в России всерьёз заговорили о так называемых «каботажных перевозках», то есть о возможности совершать внутрироссийские полёты иностранными авиакомпаниями. Минтранс РФ уже ведёт переговоры на этот счёт с дружественными странами, в том числе с Казахстаном. Парад юбилеев месяца продолжает уникальное конструкторское бюро имени Бериева, которое было основано 1 октября 1934 года. За свою 90-летнюю историю в его стенах было создано более 35 различных летательных аппаратов. И прежде всего Каба Бериева известна своими гидросамолётами, среди которых, например, противолодочный турбовинтовой самолёт-амфибия Бе-12 и самый большой в мире реактивный самолёт-амфибия А-40 «Альбатрос». 25 лет назад впервые взлетел многоцелевой Бе-200, по сути уникальная гражданская машина в своём классе. Но за всё это время было построено всего лишь 20 бортов, чего недостаточно даже для обеспечения внутренних потребностей страны. А по целому ряду причин Бе-200 так и не стал популярен у иностранных заказчиков. Говоря о больших круглых датах, можно вспомнить и о самой старой из ныне существующих авиакомпании в мире. 7 октября нидерландская КЛМ отметила 105-летний юбилей. Она была основана в 1919 году. В течение длительного периода времени перевозчик летал на самолётах преимущественно американского производства. Но в последние 2-3 года была сделана ставка на европейские лайнеры. КЛМ заказала 50 широкофюзеляжных Airbus A350 и целую сотню A320 Neo. Ещё недавно, во времена пандемии, перевозчик испытывал большие финансовые трудности, но последние пару лет заканчивает год с хорошей прибылью. А вот американский лоукостер «Спирит» с тех пор всё никак не может оправиться, и уже 4 года подряд показывает большие убытки, накопив долгов на сумму 3,3 миллиарда долларов. На фоне слухов о предстоящем банкротстве, авиакомпания ищет возможности реструктуризации своих долговых обязательств, увольняет почти две сотни пилотов и продаёт часть своего флота. В ближайшее время она отдаст 23 самолёта A320 лизинговой компании GA Telesis и выручит около полумиллиарда долларов. Ситуация усугублена ещё и тем, что примерно столько же лайнеров A320 Neo простаивают на земле из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney GTF. А напоследок ещё одна значимая круглая дата, но уже для военной авиации. Считается, что первая воздушная победа была одержана 5 октября 1914 года, когда вот эти два умельца, что на фото, летая на своём биплане Вуазен, сбили при помощи 8-мм пулемёта немецкий биплан Авиатик. Вот так ровно 110 лет назад начиналась эпоха воздушных боёв. Это Авиасмотр. Большое спасибо за вашу поддержку на Бусти и до встречи в новых сюжетах. Продолжение следует...